Всем привет, это Андрей и Надии из Буэнос-Айреса, наступил 23-й год и мы отправляемся в путешествие, наше первое авиапутешествие в Аргентине. Мы отправляемся в Мендосу, в самый винный регион, кстати, один из самых крупнейших вообще винных регионов в мире. Теперь англосаксы все опять разрушили. Англосаксы все испортили. Все, ребят, вот там вот Чили. Хотите снег 6 января в Аргентине? Летом не проблема вообще, нормально Новый год отпраздновали. Тут, кстати, вот вообще аэропорт здорового человека, при входе никакого обыска, посадочный талон можно просто показывать с телефона, не нужно его там распечатывать, чтобы специальная женщина поставила штампик. Специальная женщина? Специальная женщина, конечно. Забавно, что как только мы оказались на, ну, внутри аэропорта, рядом с самолетами, сразу ощущения стали прям туристические такие. Солнце, типа жара, опыт, прилетели. Хотя мы еще никогда не улетали. Прикольно. Долетели. Чао. Чао. Пока еще не видно, там вот за аэропортом уже горы. Ну, вот мы только вышли из аэропорта, а тут сразу просто бьет вообще бомба. Какая-то тут красавица сидит, грустит у окна. И куда она смотрит? Смотрит она и непонятно куда, потому что голый вон там. Не, ну что, очень миленько. И получается 4 ночи, 4 ночи 200 долларов вот. Ну, я считаю, вполне. Жить можно. А я вот тут, на тебе, денежки нашла. О, вот твои, эти ваши замашки. Да, да, да. Чего тебе там хозяйка квартира сказала? В общем, она что-то, не, я-то все поняла, конечно. Но что конкретно она имела в виду, было не очень понятно. Но мы вышли на улицу и поняли. Оказывается, здесь деревья были высажены. То есть это все искусственная история. Вдоль улицы. И, как бы, внизу дерево есть вот этот вот. Как это? Как это? Не, ну ты проще скажи. Короче, до появления человека здесь была тупо пустыня. Поэтому здесь сделали эту систему. Ирригационную. Вот. О, видали, как заговорила? О, это во мне вот эти вот корни заговорили. И водичкой тут все это самое. И поэтому здесь все, вот, взрослось. Мы сейчас на площади Индепенденция. Независимой. Индепенденция. Индепенденция. Инденция. Орха Орха. Вот. Такая вот здесь вот красота. Фонтаны бьют. Я вот уже видел трамвайные пути на фотках. Но еще ни разу не видел трамвая. Надеюсь, он здесь есть. И Варламов бы порадовался. Если бы увидел. Ну, на первый взгляд, здесь все как-то побогаче явно. Мерседесы всякие. Так я же тебе сказала, что здесь типа зажим. Да. В Буэнос-Айресе живут-то кто? Рабочая. Солнце вон уже там заходит почти за деревья. А мы добрались. Здесь огромный парк. Наконец-то парк-то по моему размерчику. Сколько я его искал. Я говорю, что это очень зеленый город. Сложно поверить, что это когда-то была пустыня. Сложно поверить. В общем, забавно. У города абсолютный такой вайб курортного морского города. все есть горы есть только моря тут нет совсем-совсем но а вайп есть прикольно мне нравится что здесь есть такие таблички на которых написано например амар любить и вот здесь такая пешеходная улица здесь километра на или два и все в уличных барах этих дискотеках и народ уже уже тусит а сейчас только даже 9 нет вот я думаю вечером тут будет прям а мы а мы будем спать потому что деду пара таблетки и кровать что-то в городе много всяких спешал эти кофе разные варианты хочешь колумбия эти хочешь никарагуа зерна никарагу сразу два раза дороже на 100 рублей на русский рубль твердой валюты на вот а мы сейчас поедим и планируем двигать уже смотреть как вино выращивают на винодельни на экскурсию красиво похоже на мой трип в юар кстати если не видели как я в юар ездил то вот вот здесь будет ссылочка посмотрите ну чё мне кажется очень неплохо где ссоре у нас нет нет соли соли но мы вам дадим бутылку сказали что у них что-то тут все занято по поводу дегустации вот но они могут продать нам бутылку потом дегустация стоит 3000 человека бутылка стоит 1350 песо то есть сколько 300 рублей меньше я считаю неплохо давайте ваш здоровый водички знаете я гипнотизирую я гипнотизирую рыб нет и а с вот Люди по-разному добираются до виноградников. Кто? Вот до велосипедов, а вы на автобусе. Вомникус. Коллективом. Прикатили на новую винодельню. Но тут прям вообще должна быть красота. А главное здесь просто вид еще чумовой. В общем, ребят, на машине, конечно, хорошо. Но если машины нет, то, в общем-то, тоже все решаемо. Может, не с таким прям несусветным комфортом. Зато пить можно сколько угодно. Так что для винишка это и так же плохо. Да, вчера была такая пристрелочная поездка. Ну, нормально. А сегодня вот тут прям здесь настоящая такая винодельня. То есть все сразу тут. Виноградники, горы. Прям кайфово. Виноградники, горы. Виноградники. Да, в PlayStation. Виноградники. В поучаствολý rate. Виноградники, горы. Виноградники, горы. Эти п rappачок. Виноградники. Веноградник. Финкальный ароман. О-о-о. Виноградники싸. В финн harder. О-о-о. Работа제�яй! У-о-о-о. Это онгрем-гэм в organizations. ใн игрол February 3. Опять же, ребят, если хотите совместить, так сказать, приятность с полезным, то тут можно и вино попробовать, и с березкой пообниматься. Ребята, это чудо чудесное, смотрите. Трамвай. Тут реально, оказывается, трамвай есть. Я просто уже сколько дней тут хожу и все это говорю. Блин, рельсы есть, а, похоже, транспорта нет. Нет, есть, трамвай рабочий. В Буэнос-Айресе, потому что трамвай остался какой-то малюсенький кусочек. Кстати, надо туда сходить, там есть музей трамваев, есть маленький кусочек, в котором эти трамваи ходят. Но вся сеть как бы закрылась, свернулась. Вообще, в Аргентине, конечно, с железнодорожным движением очень хреново. Они все прошляпили. Ну, у них что-то, у них это, национализации какие-то были, там, иностранцы сначала водили, потом национализировали. Еще, короче, какой-то был движ, и профукали они это, да. А сплошные автобусы. А мы сегодня все нашаманили, накрутили, поэтому... Сейчас мы идем покупаем купальник, вот. А завтра в этом купальнике мы, или уж не знаю, и не в этом, вот. Но завтра мы едем в горы, в Анды. Пересекать границу. Пересекать границу с Чили, почти. Так, мы и приехали в первое место посмотреть. Да, ну тут прям вообще панорама. Будь здоров. Ух, ты все хотел панорамы. Мы из Придгория переместились уже в конфликт. Какую-то в другую часть, где уже город такой полноценный. Здесь прям город. Деревья, зелень, все дела. Если я не путаю, гид сказал, что здесь чуть ли не 7 тысяч человек живет. Здесь снимали фильм «Семь лет в Тибете» с Брэдом Питтом. Вот, видите, кругом обман. «Семь лет в Тибете» снимали в Андах. Здесь кайфово, конечно, прокатиться на мотоцикле по этой дороге. Мы сейчас на высоте 2700. Я вот тоже чувствую. Древние места абсолютно. Тут были и какие-то минеральные источники, типа курорт. Потом все разрушилось. Потом что-то там пупсик слушал. Мне некогда. Мне надо снимать контент. Во-первых, Англосаксы все опять разрушили. Англосаксы все испортили. Ну, логично, логично. Но аргентинцы на железо дорог забили совсем. Как сказал гид, железо дорога, в принципе, ну, типа она вообще в какой-то момент была очень популярной. Там богатые люди на ней ездили из Аргентины в Чили. Вот. Но потом как-то все это стало на нет сходить. Потом какое-то время с 50-х годов использовалось только для грузоперевозок. И в 82-м году из-за всей этой хунты войны за острова и прочее. В общем, с Чили не дружили. И поэтому железо дорогу закрыли. Так, ну, мы забрались уже на самую верхнадуру. Почти 3000 метров на турнире. И вот там вот должен быть пик. Вот, и 7000-й почти. Вот. Вот сегодня облака, поэтому не видно. Здесь уже прям поменялась погода. Ветер дует. Довольно холодно. Для кроков достаточно прохладно. Вот мы сейчас будем подниматься по такой вот дороге веселой. Какой-то такой, кто знает. Мы когда покупали блюды на экскурсию, мы как-то не узнали, что происходит. И все детали поняли. Это место, где... Слушайте, я тут штаны повязал, извините, холодно, но так теплей. В общем, это место, где Чили и Аргентина признали границы государственные. Что граница будет проходить ровно вот по вершине. И сейчас покажу, как выглядит Чили. Пупсик, ты в Чили уже, между прочим. Все, ребят. Это снег, что ли? Град. Технически мы в Чили. Вот. Все. Нелегалы. Мы нелегалы. А границ, походу, там где-то. То есть, надо сначала спуститься и там где-то штамп ставить. Начался град. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Это, конечно, полный вообще пипец. Реально, засыпало снегом. Дорогу засыпало снегом. Вон, этого не было ничего там. Вот. Жесть. Но нормально, спустились. Аргентинские водители окей. И сейчас будем есть, наконец-то. Ребята, если бы вы знали, как после всех этих приключений, приятно пооберетесь. Значит, давай. Узнали у гидов, насколько это нормально, чтобы снег шел летом. Сказали, что это ненормально. Любим мы с тобой все эти приколы собирать по всем странам. Катаклизм. Да, так что подписывайтесь. Я же говорил, что будет весело. Дальше будет еще веселее.